Сегодня мы, наверное, пока ещё можем предполагать, что наши мысли действительно принадлежат нам. Но как далеко в ближайшие годы шагнут технологии глобалистических структур, которые позволяют использовать различные устройства по управлению человеческим мозгом? Безусловно, внедрение этих новшеств происходит под эгидой благих намерений и выгоды. Протезы, которые управляются силой мысли, прямая связь с компьютером без помощи мышц, а в перспективе и искусственное тело для парализованного человека и тренировка когнитивных функций мышления, а также памяти и внимания. Звучит неплохо, согласитесь? Но вопрос в другом. Какие гарантии для человека, что в какой-то момент устройство не будет работать с обратной стороны, то есть против самого человека, обходя его волю? Не так давно американский регулятор FDA разрешил компании Илона Маска Нейролинк испытания нейроимплантов на людях. Нейроинтерфейсами, или как раньше говорили, системами мозг-компьютер, занимаются сотни компаний во всём мире, в том числе и в России. Так какие же зловещие перспективы этих технологий на сегодняшний день? Именно об этом сегодняшнее видео. Нейролинк – очередной амбициозный проект Илона Маска по созданию нейрочипа, который должен соединить наш мозг с компьютером. Но есть и другие нейроинтерфейсы, которые устроены совсем иначе и решают другие задачи. Как было сказано ранее, нейроинтерфейс – это система мозг-компьютер, устройство или технология для обмена информацией между мозгом и внешним устройством. Самый распространённый пример – это прибор для электроэнцефалограммы, который используют в медицине с 70-х годов. Первым прототипом нейроинтерфейса считается электродное устройство Стима Сивер, изобретённое в 50-х годах. Его испытали на мозге быка, заставив животное изменить направление движения. В 1972 году учёные выпустили первый нейропротез для глухих – кохлеарный имплант, которым, по данным за 2019 год, пользуются более 700 тысяч человек в мире. В 1998 году американский невролог Филипп Кеннеди впервые вживил нейроинтерфейс в мозг Джонни Рея, художника и музыканта, который был полностью парализован из-за травмы ствола головного мозга. Он управлял курсором на мониторе, представляя движение рук. В 2000 году группа во главе с бразильским учёным Мигелем Николе Лесом создала интерфейс, который позволял обезьяне управлять джойстиком при помощи мысли. В 2021 этот опыт повторили в нейролинк, но уже с инвазивным интерфейсом. В 2004 появился электронный нейрочип от Cyberkinetics Incorporate, который вживили парализованному американцу Мэтью Бейглу. Чтобы он мог управлять роборукой с помощью мозга. В большинстве из них информация проходит через 4 этапа. Первые такие устройства опробовали на животных ещё в конце 90-х. По сигналам нейронов зрительной системы кошки, американские нейробиологи научились воссоздавать то, что видели животные. В другом эксперименте расшифрованные данные мозговой активности обезьян использовали для управления роботизированной рукой. Позднее, добавив петлю обратной связи, это применили для восстановления подвижности парализованных конечностей посредством электрической стимуляции мышц. В наши дни о новых разработках сообщают постоянно. Прежде всего, речь идёт о помощи людям с ограниченными возможностями. И заметьте, никто особо не обсуждает реальность того, что в один прекрасный момент человек просто не сможет управлять, например, своей рукой. А его рукой в этот момент может управлять какой-нибудь оператор из той же самой корпорации, которая подарила это замечательное новшество. Какова же теневая сторона прогресса в этом направлении? Мозг человека до сих пор мало изучен, но современные исследования помогают лучше понять механизмы его работы. По мнению биоэтика Марчелла Йенка, опасность в том, что многие нейротехнологии стали переходить из медицинской сферы в коммерческую. В некоторых случаях медицинскую визуализацию применяют даже в суде. Так, в 2008 году жительницу Индии приговорили к пожизненному заключению на основании того, что сканирование ее мозга указало на эмпирическое знание об убийстве. Анализ активности мозга в будущем может стать аналогом детектора лжи. Нейротехнологии проникают и в область обороны. С их помощью военные надеются повысить внимательность и скорость реакции у солдат. В то же время DARPA проводит конкурсы на создание наиболее эффективного нейроинтерфейса. Марчелла Йенка признает, что технологии взлома мозга можно воспринимать как часть нового цифрового мира, в котором наше личное пространство постепенно сужается. Ну или вернее сказать, его сужают. Методы анализа мозговой активности могут взять на вооружение как суды, так и маркетинговые компании. Но в общем и целом вы уже слышали об искусственном интеллекте, который выступает в роли судьи. Нейроинтерфейсы сделают мозг человека объектом вожделения правительственных агентств, рекламодателей, страховых и маркетинговых компаний. Они будут следить за гражданами, контролировать их и управлять их желаниями. А возможно, даже введут обязательную чипизацию. Насколько сегодняшние технологии приблизились к тому, что мы видели в фантастических фильмах лет 20 назад? Вы будете, наверное, удивлены, но технология, которая была показана в фильме «Особое мнение» с Тумом Крузом, уже существует. Ученые из Чикагского университета разработали новый алгоритм, который с точностью около 90% прогнозирует преступления в городе. Алгоритм делит город на одинаковые квадраты со стороной примерно 300 метров, анализирует время и место отдельных преступлений и выявляет закономерности для прогнозирования будущих событий. Модель тестировали на данных о нападениях и кражах в нескольких крупных городах США. И тем самым мы прекрасно понимаем, что нейросети, а в будущем и более продвинутый искусственный интеллект, могут войти в жизнь да не просто так, а для того, чтобы тщательнее контролировать население. И это уже ни для кого не секрет. Многие люди нам возразят, да что плохого, это же автоматизация, делегирование многих бесполезных функций на устройство. Это и есть самое распространенное заблуждение об искусственном интеллекте. Базовая автоматизация считается вспомогательным интеллектом или расширенным интеллектом, который существует уже много лет. Настоящий искусственный интеллект основан на глубоком обучении и способности адаптироваться к опыту. А между тем, давайте обратим внимание на то, что сообщают аналитики из компании Axios. Они предупреждают, что искусственный интеллект создает условия для процветания авторитарных режимов. Тираны всегда стремились к централизации власти и сосредоточению ее в одних руках. Но с появлением новых технологий контроля и слежки, перед ними открываются возможности, которых прежде не существовало. Сегодня правительство может наблюдать за своими гражданами круглосуточно и непрерывно мониторить активность в социальных сетях. Наиболее впечатляющих результатов на этой почве добился Китай, который уже достаточно большую часть своего населения подключил к системе социального рейтинга. Как мы знаем, идеей единого мирового правительства номер один является полный контроль человека, его разума и его тела. Конечно, напрямую об этом нигде не сообщается, но вполне достаточно их официальных планов до 2030 года, таких как нашумевшее детство 2030. Но давайте с вами также обратимся к кинематографу, в который они встраивают, фактически добавляют без препарирования именно те идеи, которые хотят воплотить в жизнь. Итак, фильм «Геймер» 2009 года. Идея фильма заключается в введении в тело человека специфических наночастиц, которыми вполне могут быть частицы графена, который сейчас применяется много где. Кстати, в комментариях напишите, где именно. Эти частицы цепляются к нейронам и блокируют их сигнал, передавая вместо них как бы свой сигнал, замещая нейроны. В конечном итоге накачанный наночастицами человек становится как бы дистанционно управляемым биороботом, которым рулят какие-то богатые игроки, если исходить из сценария фильма. Сюжет довольно безумный с точки зрения существующих известных публике технологий. Однако, ударившись в научные труды по графену, конспирологи накопали одну очень неожиданную публикацию. Исследователи из компании Graphen Flagship в сотрудничестве с многими партнерами и медицинской школой Ребейран Прету университета Сан-Паулу в модельном исследовании обнаружили, что оксид графена подавляет поведение, связанное с тревогой. Они обнаружили, что введение оксида графена в определенную область мозга заставляет замолчать нейроны, которые ответственны за тревожное поведение. Ученые использовали обычную модель поведения животных, которую описывают следующим образом. В известном классическом мультфильме «Том и Джерри» Джерри живет в дыре в стене небольшой комнаты, где чувствует себя защищенным и в безопасности. Обычно мышь исследует комнату свободно и без забот, но когда мышь нюхает кошку, она убегает обратно в нору, поскольку знает, что только там безопасно. Это очень сильное защитное поведение и основа реакции «бей или беги», которая свойственна большинству животных. Мышь надолго запоминает такое свое поведение и при малейшем шорохе убегает обратно в нору, даже по прошествии недель встречи с кошкой, даже после того, как малейший запах кошки исчез. Однако, применив точечное введение оксида графена, исследователи получили удивительные результаты. Через два дня после инъекции в определенную область мозга мыши она вела себя, как другие мыши, которые никогда не ощущали запах кошки в своей домашней среде. Другими словами, оксид графена подавлял тревожное поведение мышей, как объясняет Лаура Балерини, ведущий автор статьи и профессор физиологии из компании Graphen Flagship. Оксид графена взаимодействует с частью мозга, ответственный за формирование воспоминаний, связанных со страхом, которые и вызывают беспокойство. Он не действует как лекарство, подавляя функцию каких-то выборочных рецепторов, как действуют, например, другие лекарства. Вместо этого графен временно останавливает весь механизм формирования воспоминаний на достаточно долгое время, чтобы разрушить связанную со страхом патологию мозга, не повреждая клеток, как и объясняет Лаура Балерини. Оксид графена прерывает нейронные связи, связанные с тревогой, не затрагивая нейроны или окружающие клетки. Проще говоря, он только отключает связь между определенными нейронами. При заболевании, во время которого эти коммуникации чрезмерно выражены, например, при посттравматическом стрессе и тревоге, нацеливание на синапсы оксидом графена достаточно, чтобы остановить развитие этого патологического поведения. Это разновидность точной медицины. Оксид графена естественным образом удаляется через несколько дней, так как окружающие ткани переваривают материал. Балерини говорит, что через два дня они не наблюдали никакого воспаления и вообще не осталось следов оксида графена. Затем она и ее коллеги попытаются объединить поведение оксида графена в отношении нацеливания на синапсы с его способностью прикрепляться к молекулам носителя для доставки лекарств. Серж Пика, заместитель руководителя пакета работ по биомедицинским технологиям Graphen Flagship, комментирует. Эта работа представляет собой еще одну прекрасную демонстрацию терапевтического потенциала графена, используемого отдельно или в составе медицинского устройства. Таким образом экспериментально показано, что графен сам по себе без превращения в какие-то наноструктуры имеет тропизм, то есть хорошую прикрепляемость к нервной ткани и хорошо там накапливается. А после того, как его концентрация в нейросети становится достаточной, он начинает блокировать механизм формирования памяти, переписывая ее настолько, что мышь потом никак не реагирует на кота. Отсюда делается предположение, что может быть этот графен смогут добавлять куда-то для снятия каких-то негативных воспоминаний в масштабе всей планеты. Друзья, ну вы конечно же должны понимать, что это лишь теория, ничего больше. А теперь, чтобы перейти от фантастического фильма к более реальным вещам, давайте поговорим о таком направлении, как оптогенетика. Как вы думали раньше, дистанционное управление человеческим мозгом – фраза уже не из фантастических фильмов, а из прогнозов в сфере оптогенетики, новой междисциплинарной области, в которой работают биотехнологи, нейрофизиологи, физики и оптические инженеры. Сегодняшней инновацией в биотехнике обязаны методики, которая зародилась в 2005 году. Оптогенетика – это методика изучения мозга, которая основана на облучении нервных клеток светом. Происходит это так. Сначала на мембране нейронов, которые планируются исследовать, формируются искусственные каналы. Для этого методом вирусной доставки в организм высаживается ген на основе родопсина водорослей, который кодирует светочувствительный белок в этом типе клеток. А дальше этот белок работает переключателем. При помощи него светом можно либо запустить, либо затормозить реакцию, за которую отвечают эти нейроны. К нужной части мозга подводится или имплантируется оптоволоконно, передающая свет от источника. Впервые вызвать возбуждение определенного типа нервных клеток, облучая их светом и никак не возмущая работу других нейронов, удалось 16 лет назад группе исследователей Стэнфордского университета под руководством Карла Ди Сирота. Возможность такого локального и селективного воздействия произвела революцию в исследованиях нервной системы. С тех пор ученые научились лазером снимать у мышей стресс. Ранее электрическая стимуляция тех же участков мозга позволяла вызвать только тревогу или агрессию, управлять болью, создавать даже ложную память. Об этом рассказывалось в совместном проекте ProScience. Также удалось формировать условные рефлексы, даже заставлять мышку при помощи света бегать по кругу и выявлять причинно-следственные связи в поведении животных. Группе ученых из медицинского центра Wake Forest Baptist под руководством Евгения Будыгина при помощи аптогенетики удалось понять некоторые механизмы работы дофамина, благодаря которым можно ослабить алкогольную зависимость. И это, конечно, хорошая новость. Так что, как видите, друзья, все научные предпосылки для того, чтобы как-то попытаться воздействовать на мозг человека, имеются. Вопрос в том, у кого в руках находятся результаты этих разработок. А также и тот вопрос, применяются ли они как-то сейчас в нашей жизни. Об этом напишите в комментариях. Также поставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось и заставило задуматься. Поделитесь им со своими единомышленниками. И, конечно же, подпишитесь на канал, если вы еще этого не сделали. Всем пока!